Если бы вас попросили назвать проблему номер один и задачу номер один на сегодня для нашего государства, для нашей нации, ну просто я их не разделяю. Если говорить о стране Украины, то на сегодняшний момент самая страшная угроза для нее это ползущая олимпинизация. Мы увидели, что ситуация на Востоке это внешняя агрессия, это современная война, которая проходила под имитацией внутреннего конфликта. Более того, она имела несколько фаз. Сначала начинается как антимайдан, который был провален в Донецке, я думаю вы мне не дадите соврать, как и майдан собственно говоря. Вследствие это переросло в противостояние по линии Россия-Украина, которое точно так же не нашло большого количества адептов и была навязана идея социального протеста, поднятия пролетариата, который в Украине в принципе за 20 с лишним лет ничего-то для себя не нашел. К сожалению, Донбасс, как мем, это был су-цу-культурный заповедник еще и с политическим доминированием местных клановых элит. И в данном случае эти люди были загнанными и от Украины они в принципе не видели ничего хорошего в свое время. Большая часть из них даже не выезжала за границы территории. Тут есть море, тут есть лес, тут есть работа, тут есть университеты, школы. И они воспринимали действительно себя как патриотов родного края, не более того, сомыкать. Поэтому удалось разжечь данный момент и поднять самое низменное, что в людях существовало, а в некоторых наоборот самое светлое для построения чего-то нового. Поэтому в данном случае важно то, что на сегодняшний день Украина, к сожалению, не продемонстрировала нового качества, которое могло бы быть привлекательным для этих людей. Более того, Украина на сегодняшний момент даже не прочертила линию перспектив, которые могут ожидать. Мы на сегодняшний день находимся в дискурсе восстановления Донбасса. Восстановление Донбасса – это возвращение к тем же проблемам, которые создали этот конфликт, который была возможность у России, ввиду слабости украинского государства, разогреть, вытащить наружу, вручить каждому из них сначала флаги, потом дубинки, а потом вследствие и автоматы, и использовать против Украины. Поэтому очень важно осмысливать саму проблему, которая привела к сегодняшней ситуации, и выстраивать план завтрашнего дня, в котором эти люди увидят себя, эти люди увидят свою перспективу, эти люди поймут то, что с Украиной им по пути. В данном случае важно бороться не за территорию, а важно бороться за людей и людям показать перспективу. Россия нам показала, что захватив умы людей, мы легко можем отобрать любые территории в 21 веке, несмотря на какие договора, несмотря на международную систему безопасности, многое другое. Украина, к сожалению, из-за этого на сегодняшний момент только начинает и учится делать выводы. Поэтому на сегодняшний момент, конечно же, для Украины основной угрозой является люмпенизация, которая, к сожалению, преодолела границы определенных регионов, расползлась по всей Украине. Ведь та болезнь, которая себя проявила на востоке Украины таким взрывом, она смогла себя проявить при подогревании России из-за близости границы с Россией. А она присутствовала и в Харькове, и в Днепропетровске. Более того, она присутствовала в Закарпатье, во Львове и в других регионах Украины. Ведь разочарованность в Украине... То есть есть социальные основания для подобных восстаний в других точках Украины? Социальные основания были для протеста, но не для восстания. Восстание было привнесено сюда, было подогрето, были завезены первые туристы. Другой идея, то что при прогревании в любом другом регионе могло начаться точно такое же восстание. То, что мы видели последние месяцы, это условно буштын... А сегодня может быть жизнь не улучшается в Украине? На сегодняшний момент выходом из этой ситуации возможно предоставление четкой перспективы. Видите, для... Я поняла, что надо перспективы. Для тех территорий... А опасность сохраняется в других районах, как вы думаете? К сожалению, в многих районах до сих пор сохраняется. Процесс, который на сегодняшний момент начался, он перевел, конечно, это все в политическую, экономическую борьбу. Но последние местные выборы показали, что в Украине пошла регионализация на уровень консервации местных элит в политической плоскости. Поэтому, к сожалению, проявление сепаратизма нового качества, базирующегося на социальном бунте, на социальной плоскости, оно возрастает, такой риск в Украине, и оно вполне реально. К сожалению. Я надеюсь, что этого не будет, но закрывать глаза на то, что происходит, мы не имеем права. И что делать надо с этими рисками? Как противостоять? Ну, во-первых, противостояние на общегосударственном украинском уровне, эффективным инструментом является децентрализация. Децентрализация действительная, децентрализация поясненная, объясненная, которая спускается на нижний уровень и убирает прослойку региональных элит, региональных возможностей. Региональные элиты должны найти себя в сотрудничестве. В данном случае должна быть изменена форма финансирования, когда деньги будут даваться на самые низы, а на средний уровень между государством и локальным уровнем громады должно быть распределение консенсусное. Совместные проекты нескольких областей, совместные проекты нескольких городов. В таком случае мы убираем возможности для собственной автономизации и замыкания на локальном уровне. В данном случае это что идет о технологиях, которые... Секундочку, а как при этом не позволить создать опять же феодальные, собственно к этому же стремятся и местные элиты? Как, где разница, где стоп? Как не создать феоды эти, феодальные руководства? Как не использовать децентрализацию для этого? Ведь они для этого хотели ее использовать, регионалы, партия регионов. Партия регионов пыталась использовать трехуровневую децентрализацию. Децентрализацию уровень государственной власти, уровень региональной власти, областной и уровень местной власти. На местную власть мы отпускаем все обязанности и всю нагрузку, по сути, финансовую и другую. Но при этом административные права и политические мы спускаем на уровень областей. И в данном случае платить будут на низах, работать будут на низах, а руководить будет средняя прослойка, которая контролирует регион, из которой легче договариваться с Киевом. Так вот, на сегодняшний момент должна пройти действительно административная децентрализация на нижний уровень, для того, чтобы региональные элиты не могли найти союзников с местным населением. Местный население просто им отвечало, ребята, о чем мы вас кормим, что вы делаете? Если вы делаете что-то полезное, где результаты этого? А чтобы они могли сделать что-то полезное, должно идти централизированное финансирование только на кооперацию регионов между собой. И в таком случае деньги выделяются условно Днепропетровской, Херсонской, Запорожской области на построение общей магистрали автотранспортной. Но при этом же у Херсонской области есть с Одесской областью и с Николаевской областью совместный проект. И мы начинаем с сшивания. И местные элиты видят свое выживание, прежде всего экономическое влияние, только в сотрудничестве одних с других и видят свое благо в построении целостной Украины, если она даже для них не заходит дальше, чем 4-5 регионов. Вследствие это приведет к тому, что Украина вся свяжется такими экономическими, социальными и другими связями на региональном уровне, которые не позволят раздирать. А людям, если они будут иметь все возможности влиять на уровни своей громады, не просто контролировать. Ведь гражданское общество у нас сегодня канализировано в контроль за властью. Гражданское общество должно расстраивать, должно развиваться. И если у них будет возможность все для того, чтобы развивать свои громады, исходя из собственного видения, то мы получим в них союзников для центральной власти и крепкую опору для центральной власти, в том числе и в борьбе с любыми региональными надстройками. Вот так должна быть правильная выглядеть децентрализация? В простых словах это примерная логика нормальной децентрализации, которая в Украине могла бы исправить ситуацию. Но это технический момент. Также есть, конечно же, и идеологический момент. Продолжение следует...